Этот вездеход является уникальной разработкой СКБ ЗИЛ, который вобрал в себя достижения отечественной автомобильной науки. Благодаря уникальной трансмиссии он получил великолепную проходимость и должен был положить начало эпохи вездеходов нового поколения. Экспериментальный гидроход 49061 от ЗИЛ и НАМИ. Проектирование вездехода началось в 2001 году. Перед окончательным утверждением проекта были проведены ряд исследований по теме гидрообъемных трансмиссий. К 2002 году проект был завершен и принят в работу. Серийное производство гидрохода изначально не предполагалось. Он служил экспериментальной платформой, которая должна на практике продемонстрировать перспективу использования пробных трансмиссий в автотранспорте. Уже весной 2003 года гидроход 49061 был собран. Он представлял собой шестиколесный грузовой автомобиль с равноудаленными мостами и двигателем, расположенным за кабиной. Шасси было позаимствовано УЗИЛ 49061. Гидроагрегаты находились в раме, что повышало общую плавучесть, живучесть системы при движении по бездорожью. В задней части машины находился пассажирский кузов. В качестве силового агрегата был выбран бензиновый двигатель от ЗИЛ 115, мощность которого была немного понижена до 252 лошадиных сил. Довольно быстро стало понятно, что этот мотор не подходит. Он часто перегревался, ломался и расходовал много бензина. В 2004 году его заменили на импортный дизель компании Детройт Дизель мощностью 250 лошадиных сил. Проблемы с силовым агрегатом сошли на нет. Уникальной особенностью гидрохода стала полностью автоматическая компьютеризированная система управления трансмиссией со множеством датчиков. Внедрение ее проводилось поэтапно, начиная с 2005 по 2008 год. Она могла самостоятельно, на основании рельефа местности, угла поворота и сцепления колес индивидуально менять их скорость вращения, достигая тем самым максимального тягового усилия. К сожалению, работа над гидроходом была прекращена в 2009 году после смерти главного конструктора Прочка, выдающегося ученого и инженера, специалиста по гидравлике и автоматике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова